всем привет я уже собралась подложиться ведь у меня тут захотел макароны с сосисками сейчас буду болеть вода уже закипать начинает ага сынок если есть эти макароны надо кастрюльку уже новую ой ёлы-палы совсем чуть-чуть витя надо купить макароны как раз хватит последний отварю мы с Витюней ходили набрали воды сколько литров 18 23 литра воды короче набрали пока нам хватит сейчас жаришка воду пить будем постоянно а тут ко мне еще сестренка приедет на курсы приедет она 5 числа на 5 воскресенье как раз жара жаришка будет там под 40 градусов представляете у нас будет я книгу за упойно или как это сказать читаю прям книга потрясающая одну прочла любовная сказка это бывает такое только в книгах жизни нет такой любви сейчас покажу ага нет 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 все все вода закипела нужно засечь 5 минут вот она я короче у меня теперь есть время читать книги представляете я говорю я вот просто живу наслаждаюсь каждым днем сейчас еще с Витей будем загорать ездить вот она эта книга Екатерина Вильман со всей дури муравей у меня муравьев куча просто гремучая не знаю что с ними делать Екатерина Вильман со всей дури этот рассказ о девушке которая была замужем за Андреем его звали Андрей и он попал в аварию и умер она очень тяжело переживала его смерть она его очень сильно любила и когда делали 40 дней на 40 дней явилась его любовница оказывается он изменял ей потом она была еще не менее потрясена кстати в этой книге такие фразы написаны вот я читаю книгу и думаю блин последовать ли совету автора как она пишет или же нет ну типа там вот прям вот написаны некоторые слова прям душу рвут я ее прочла просто за один день за воскресенье вот когда дождь как раз был я целый день читала ее книга классная закончилась конечно хорошо она встретила свою любовь она вышла замуж за полковника он был старше ее на 15 лет но он такой живчик был в спорте такой очень красивый мужчина импозантный на него везде все женщины обращали внимание она такая вся вот рядом с ним фифочка стройненькая красивая дамочка ну в конечном итоге вы не знаете в чем сказка с самого начала книги они говорили о том что она не может иметь детей с рождения ей ставили доктора что детей иметь она не может ей бесплодие оставили а в конце книги она каким-то чудом забеременела от этого полковника ну реально вот мне было смешно фантастика это из родов фантастика Вить как приготовиться я тебе сразу принесу они еще не готовы они варятся только сейчас я читаю книгу которая называется любовник моей матери или что я знаю о своем детстве это Диана Чемберлен вот сегодня я прочла вот столько представьте тоже меня я прям поглотилась в эту книгу окунулась сто сорок четвертую страницу уже читаю вот блокнотик вот такой себе вчера купила это из той распаковки которую я забыла сделать не знаю почему я забыла прибежала кушать охота было сильно быстрее быстрее тут с Витюхой в больницу нам тогда надо было идти и этот короче вот сто сорок четвертая страница я сегодня сейчас я Витюхе все поставлю постелюсь душ приму и буду читать ее вы еще снимаете душ? да я ее вчера приму его примешь я его приму с распростертыми объятиями я сегодня еще на велотренажере 600 калорий сбросила как свата как брата душ приму я хочу вишню Вите понравилось что я вот так вот собираю волосы он прям говорит мама классно у меня там одно видео в тик токе есть старое старое прошлогоднее этому видео год и там было как раз когда я первый раз решила в хвост вот так вот собрать волосы и прям прилизано сильно сильно без челки без ничего и вот это его любимое видео он говорит блин мама тебе это классно ну в общем теперь буду пока так ходить знаете удобно шибко не надо вот этого ухода такого прям за волосами бешеного укладки там то есть подкрутила кончики волосы и красавица и побежала шлеп-шлеп на работу шлеп-шлеп топ-топ вот такие дела не могу на диету блин сесть представьте сегодня вот опять мороженого нарубали с вечером сейчас это ходили за за водой я одела джинсы и майку я не могу у меня прямо живот из этих джинс вываливается представляете что со мной будет скоро стану как эти мукбангеры которые на камеру едят я же всегда была противницей ну типа это вот тут у меня огурцы дрейпфрукт морковка все в одном флаконе вот сейчас макарошки подогреются быстро этот обжарим ему сортельку ты так мне необходим ты нужен мне как как что как что японский бог я же тебе сказала я прям захотела макарон ну варятся блин тебе что сырое дать каждую пять минут макароны готовы макарон нет не готовы макарон как пристанет вот все в одну секунду по сто тысяч раз одно и то же я же не волшебница чтоб все готово надо приложить усилия все вот торце плику Efendimiz с помаснуть только масля хорошие шпигачки дорогие я стала покупать очень дорогую колбасу и так далее у меня один ребенок и его я кормить буду только качественной продукции знаете всякое было моей жизни было время когда реально мы жили видят вот надо сначала купить а потом уже что-то говорить а то не сбудется я планирую витюхи купить я ему пообещала ноутбук да у меня смс пришла не знаю тик-ток что-то там возьму ему хороший ноутбук он мечтает он любит это gta да и вообще ноутбук для учебы нужен я вот помню когда я поступила в университет первым делом что мне отец купил это был компьютер он был до такой степени старый но тем не менее я на нем печатала свою дипломную курсовую что-то там печатала делала ну и так же я это в игры там играла у меня была скачана игра знаете какая сосед что-то там витя как эта игра называлась недавно ты видосик про него смотрел разозлить соседа или что такое разозли по моему соседа и была игра там какие-то шарики там да это это игра моего детства у меня на компьютере кстати этот компьютер до сих пор у бабы наташи стоит в кладовке зачем зачем он ей нужен я не понимаю она еще такая крутой выкинуть его надо я буду не надо витя приедет пусть в нем по это смотрит баба мне говорит надо выкинуть компьютер твой говорит еще стоит место только в кладовке занимает я говорю не надо мама не выбрасывай дитя приедет может в нем захочет поиграть а ты ж потом его забарковал сказал вы чё блин ну да старый вот этот как телевизор и лампы до смотри осталось 4 шпигачки раз два три три четыре а потом там еще вот это колбаса нет я уже ее использовала осталось 4 понимаешь фигачки вкусно отваривать и кушать вареные холодильнике плова целая там пол сковородки еще оливье и тюня захотел эти макарошки не видно да а значит я что захотела витя я захотела тушенку с макаронами это мое питье вода с лимоном макарон готовим готовим это вареные макароны это жареные тут только колбаска шпигачки твои вот как раз смотри вот где сейчас получишь шпигачка артист блин так огурчика положим вот я же хотела положить огурчик кетчупа тебе налить кетчупа тебе налить блин там столько и сейчас еще галя приедет я и скажу что яйца привезла хотя хотя зачем вести у нас есть яйца 250 синге представляете стоят вот такая красота для ребенка ужин ужин давайте понесем я без ужина я уже мороженого налопалась выше крыши на вот это ты хотел ну в принципе да в принципе да что шаурму делать или все таки ты этим наешься мне стало в этом спасибо я стараюсь быть для тебя всегда самой лучшей да понтуешься сам ты понтуешься растерял лаваш сейчас я ему наставлю еды и лягу чтоб меня уже ничего не отвлекало вот такой здоровый лаваш я его разрежу еще ему завтра хватит сделать завтра что со школой сына я так и не поняла сынок Витя он смотрит и даже не слышит что вокруг творится Витя я говорю я так и не поняла завтра что со школой надо туда завтра идти или не надо не надо сейчас же продлили эту школу раньше звонок был ой какого у нас был 25 мая а сейчас 31 июня офигеть да можно так как его положить так ложу это ложу огуречек огуречек потом я сюда ложу кетчупа майонеза немножко кетчупа и майонеза немножко так не хватило и теперь я ложу сыр мама ну чё мама спасибо очень вкусно мама я старалась очень вкусно не пересолила м-м-м ужасно кушай кушай и побольше сыра его по идее можно натирать но я вот так вот сделала и нормально он расплавился и я а почему я его не стала натирать ведь я его со школы шел купил пока до дома шел он мне приносит он весь такой мягкий тоже сыр дорогой это не сырный продукт а сыр поэтому он короче при уличной вот этой жаре он даже при ней стал плавиться и все теперь вот так вот мы заворачиваем вот так вот заворачиваем было бы гриль ее можно было грилю короче но грили нет мы сделаем просто в микроволновке вот так положим и в микроволновку в микроволновке только не это блин упало у меня блин Сейчас там, короче, расплавится, и все. Знаете, макароны я переложу вот сюда, в кастрюлю, потому что тут крышки у меня нету, оно подсохнет. Все. А в крышке они не будут подсыхать. Вот и все. Воду с лимоном дать? Да. Не понравилось? Просто воды? Да. Компот я так и не сварила. Обещала сыну компот. Не сварила еще. Видите, как прекрасно там расплавился сыр? Он там бежит, текет. Ну, пахнет, конечно, вкусненько. Сейчас я ему сразу все поставлю. Да, и все, уже я видео буду закругляться. Всем пока!